Помните, с каким пафосом, восторгом и надменностью Путин 10 лет назад аннексировал украинский Крым, возомнив себя важным собирателем земель погибшей когда-то империи? Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань! Помните, как после 2014 года расисты принялись разворовывать и застраивать полуостров? Самые лакомые кусочки Крыма тогда моментально перешли в лапы друзей Путлера. А сам Крымский полуостров начал из морского курорта планомерно превращаться в настоящую военную базу с возведением дорогущей инфраструктуры для нужд армии и будущей войны. Главная автомобильная артерия Крыма уже готова на 75%. Многослойный асфальтобетонный пирог под названием «Трасса Таврида» начали создавать еще в феврале 2017 года. В России так еще не строили ни одну трассу! Согласитесь, тогда же казалось, что все. Крыму теперь не подступиться ни на шаг. Но вот наступил 2024 год. Россия уже два года ведет полномасштабную войну в Украине. И разве кто-то мог себе вообразить, что Крымский полуостров заиграет именно такими красками и мелодиями? Что-то оно так... Ох... Садись! Тихо, тихо, тихо! Ты снимаешь? Да! Охренеть! Так, началось. Взрывы. Буквально через день ВСУ наносят яркие и меткие удары по российской военной инфраструктуре оккупированного Крыма. Чем там Димка Медведев за такие деяния Украине угрожал? Для них всех там одномоментно наступит судный день. Вообще-то, по их логике, Украина уже сто раз красные линии пересекла. Но судного дня так и не видать. Как, впрочем, скоро, по всей видимости, совсем не будет видно у берегов Крыма и Черноморского флота. Украина, не обладая никаким флотом, уничтожает постепенно все корабли Черноморского флота. И то оружие, которое Украина использует, оно становится все более опасным. 16 апреля, кстати, исполнилось два года с момента потопления самого большого и главного российского корабля. Самой крупной потерей был крейсер «Москва», вошедший в историю как тот самый русский военный корабль, посланный защитниками Змейного острова. Он затонул в апреле 2022 года. Уничтожение крейсера «Москва» невероятно впечатлило весь мир. А для Кремля это стало очень неприятным сюрпризом. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота в Москве. Я просто в бешенстве. Ну а как иначе? Ведь еще до начала полномасштабной войны эксперты один за одним рассуждали о том, что в случае вторжения на воде шансы Украины почти нулевые. И это логично. Своего-то флота у ВСУ нет, в отличие от большого и сильного российского. Военно-морского флота у Украины нет. Вот адмиралы есть, а флота нет. Поэтому там воевать не надо. И тут на тебе. Вооруженные силы Украины демонстрируют классно спланированную спецоперацию. С помощью своих отечественных ракет отправляют на дно Черного моря такой, казалось бы, непотопляемый корабль. Крейсер «Москва» — это абсолютный повод для войны. Сто процентный. Это флагман. С того момента, как мы уже сказали, прошло два года. И что же сегодня представляет собой Черноморский флот РФ в аннексированном Крыму? В настоящее время все корабли прячутся. Российского Черноморского флота действует весьма и весьма аккуратно. Сейчас Черноморский флот России находится в стадии операционного сковывания такого. То есть, в принципе, силы есть, а сделать они могут немного. За это время компашка уничтоженных или поверженных рашистских боевых суден увеличилась в разы. Только послушайте. По данным Генштаба, на апрель 2024 года ВСУ вывели из строя треть кораблей Черноморского флота. Третина, снищенного, можно сказать, даже не ураженного, а снищенного, боевого потенциала Черноморского флота, это максимально присвоенный показник. От такого нежданчика завыли даже «Зет-патриоты». Второй российский корабль за две недели и 14-й с начала войны. Российские «Зет-блогеры» недоумевают, как Украине удается уничтожать непотопляемый Черноморский флот. У турбопатриотов много вопросов к руководству. Один из них – почему корабли стали столь легкой мишенью для врагов? Корабли флота, до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе, средствами противодействия, расстреливают как куропаток. После череды морских неудач, а точнее уничтожения корабля «Цезарь-Куников», Путлер даже командующего Черноморским флотом снял с должности. Виктора Соколова, как писали про кремлевские телеграм-каналы, отправили в отставку еще в середине февраля, после того, как украинские надводные дроны потопили большой десантный корабль «Цезарь-Куников». Но в МФРФ это не сильно помогло. После «Куникова» на вечный покой отправились и другие российские боевые судна. Сегодня утром украинские военные сообщили об атаке на судно Сергей Котов. Недавно стало известно и о потере последнего корабля в Крыму, способного запускать крылатые ракеты. На секундочку, «Циклон» был одним из самых современных на российском флоте, который спустили на воду буквально в 2020 году. Существует достаточно высокая вероятность того, что в Крыму сейчас нет ни одного носителя крылатых ракет. Черногорский флот проиграл битву на море в стране, у которой нет своего флота. И в этом отношении ничего более масштабного уже произойти не может, потому что Черноморский флот без спроса Украины не смеет соваться в море. Нет, ну действительно, просто вдумайтесь в это. Украина, абсолютно не имея своего боевого флота, закошмарила ЧФ РФ настолько, что Мордор переместил еще живые корабли из Крыма в другие порты России. От греха подальше, так сказать. Черноморский флот перевел почти все свои самые важные корабли и подводные лодки подальше в Новороссийск. На начало войны 40-45 кораблей, судов, катеров российских, они выполняли задачи военных действий против нас. То сейчас мы знаем, что чаще всего в море вообще никого нет. Ну а что скрипоносно еще остается делать? Конечно же, нужно беречь кораблики. У них же их не безлимит? Тем более проводить капитальные ремонты суден у России возможности, по сути, нет. Любые повреждения, они выводят из строя навсегда. Потому что и починиться негде, и всерьез откапиталиться тоже негде. А новое в Россию не поступает. То есть можно заказать в Америке, можно заказать в Южной Корее. Сюда сказать, знаете, нам тут в Украине нужно повоевать, вы не могли бы нам сделать какое-нибудь количество кораблей. Никто не сделает. Такой сверхдержавный, могущественный и непотопляемый флот, как оказалось, сгодился лишь для того, чтобы красоваться на победобесных парадиках. А в реальной войне продемонстрировал слабую маневренность, медлительность и небоеспособность. Украинские катера заходят в одну из бухт крымских, и там нарезают круги, потому что кораблей тупо нет. Украинские безэкипажные катера уничтожили почти все российские корабли, которые там стояли. Более того, оставшиеся были убраны оттуда. Достали слишком тера. Да, небольшие и относительно недорогие надводные беспилотники украинского производства «Магура-5» и «Си-Бэйби» регулярно показывают отличные результаты. ГУР сообщает, что украинские морские дроны уже нанесли РФ-убытки на 500 миллионов долларов. Прямо унизительная пощетчина Кремлю и лично бункерному деду. Украинцы очень грамотно выстроили атаку. Молодцы, они своими дронами прекрасно совершенно ведут морской бой. И у России против этого нету не то что технологий, нету даже понимания, как в принципе это нужно записать в инструкцию, которая достанется будущим поколениям. А недавно стало известно, что морские беспилотники «Си-Бэйби» теперь оснащены системами «Град», что дает возможность эффективно обстреливать врага с моря. Так что можно только представить, какие сюрпризы еще ждут расистов. Сегодня мы показали адаптованный РСЗ «Град», реактивность системы залпового огня. Но вперед очень много сюрпризов. Это только начало курортного сезона. Поэтому можем предполагать, что подводный флот Российской Федерации будет пополняться в том числе, в первую очередь, вертолетами. Не стоит также забывать, что еще у Украины есть западные ракеты, которые очень эффективно и, главное, результативно выносят на аннексированном полуострове военную инфраструктуру. ВСУ атаковали военный аэродром Бельбек под Севастополем. Сначала работала система ПВО, потом началась детонация боеприпасов. Также, по данным Крымского ветра, в половине третьего взрыва раздавались и в Евпатории, и в Бахчисарае. Работа идет именно по системам противовоздушной обороны, идет по той инфраструктуре, которая в том числе обеспечивает работу и вражеской авиации. Особенно оккупантам на полуострове приходится не сладко после того, как США передали Украине свои дальнобойные ракеты. В аннексированном Крыму сегодня ночью произошли взрывы. Целью ударов ВСУ стал военный аэродром Джанко, и там расположен вертолетный полк командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Удары по военным аэродромам, штабам, авиациям, пусковым установкам С-400, радиолокационным станциям, базам ПВО. Теперь в Крыму попросту нет места, куда бы не смогли дотянуться Атакамс. Учитывая то, что мы уже увидели подтверждение, что дальнобойные Атакамс применяются, которые летают на 300 километров, то теперь в Крыму нет вообще нигде ни одного безопасного места для российских сил. До любой точки такая ракета, в принципе, может легко долететь. В рекламе туристических путевок на крымский полуостров так и можно писать. Приезжайте на отдых в Крым. Невероятные виды прилетов и взрывов обеспечены. Керчин. А, вон, вон что-то пошло. Ничего себе. Это что, так прилетело, да? Прилетело, конечно. Смотри, дым какой. Это очень страшно, ребята. Это очень страшно. Еще рекламируя отдых в аннексированном Крыму, неплохо бы предупреждать туристов о захватывающем экстриме, который может их ждать на незаконном мосту через Керченский пролив. Взорвали мост и перед нами прямо... Они были п***и скулы. Взорвали. На час попозже. Ни для кого уже не секрет, что так называемый Крымский мост это абсолютно законная военная цель для ВСУ. Ведь сооружение это является основной логистической артерией российской армии для оккупированных территорий. Крымский мост — это довольно быстрая, дешевая артерия, по которой идут российские войска, российская техника, российское снаряжение, российская артиллерия и все остальное. Поэтому его уничтожение — это, безусловно, приоритетная задача, которую Украина должна решить. Вы же помните, что такой сверхзащищенный и важный мост через Керченский пролив уже два раза подвергался атакам, и были они более чем успешны. Так что многие эксперты даже не сомневаются в том, что ВСУ еще покажет класс, когда возьмется за это незаконное сооружение. Понятно, что мосту не жить, и в ближайшее время он тоже будет уничтожен. Что тут говорить? Сами расисты уже, похоже, настраиваются на возможное падение скрипоносного крымского моста. Все чаще они сами анонсируют удары страшными натовскими ракетами. Тон задал Зеленский. Он сообщил 10 апреля в интервью немецкому таблоиду БИД о планах ВСУ разрушить Крымский мост. И они явно уверены, что атакамсы или что-либо другое достигнет своей цели. Ведь оккупанты уже даже сократили объемы использования крымского моста в военных целях. В какой-то степени, конечно, он используется, но далеко не в тех объемах, для которых он был создан. Представляете, как на этой теме колбасит Путлера? Он так с этим мостом пиарился, столько денег в этот пропагандистский объект влил. Вот это для бункерного деда будет позор вселенского масштаба, если вооруженным силам Украины удастся окончательно подкосить недостройку века. Информационно и нарративно, если хотите, это тоже будет большая победа. Ну, потому что Крымский мост буквально символ российской оккупации. Вообще, если так посмотреть, удивительно получается. Такой сакральный для Путина Крым оказался слабейшим местом России в войне против Украины. Таким себе чемоданом без ручки, который Мордору и нести невероятно тяжело. Но и выбросить жалко. Особенно если учесть, что в Крымский полуостров Кремль вкинул бабла больше, чем в какую-либо другую оккупированную территорию. Потому что у нас интересы большие в этой части. Военный эксперт издания БИЛД Юлиан Рёбке еще зимой объяснил, почему Крым стал настоящей ахиллесовой пятой Путина. Во-первых, ВСУ невероятно помогает обилие разведданных. Благодаря географическому положению Крымского полуострова, самолеты-разведчики НАТО над Черным морем могут фиксировать каждое передвижение рашистов и каждое радиосообщение на территории Крыма. Они передают эту информацию ВСУ, которые могут нанести своевременный удар. Во-вторых, Крым находится в зоне досягаемости западных ракет. Для понимания, дальность полета Storm Shadow — 250 километров. Снарядов Patriot — 160. Ну а переданных Украине недавно атакам — с 300 километров. Таким образом, расстояние до Крыма от неоккупированной украинской территории позволяет ВСУ наносить по всему полуострову успешные точечные удары. Атаки беспилотников и прилет от АКМСов по Севастополю и по Крыму в целом стали уже обыденным явлением. В-третьих, большую роль в уязвимости Крыма играет политический фактор. Вы ведь помните позицию Запада в отношении ударов их оружием по территории РФ? Так вот, Крым страны НАТО признают украинским, а значит, абсолютно не выступают против атак ВСУ на крымский полуостров. Найдется боевая работа и для наших скальпов, и для штурмшедов, и для атакамсов, и для иных типов ракетного вооружения, для того, чтобы противник, потеряв все, был просто буквально вынужден бежать с территории временно оккупированного Крыма. И, наконец, последний фактор — лояльное население. Во временно оккупированном Крыму вот с начала полномасштабного вторжения зафиксировали рост, большой рост проукраинского протестного активизма. Об этом вот сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму, Томила Ташева. Не стоит забывать, что Крым — это аннексированная территория, на которой остаются еще тысячи украинцев, не желающих мириться с оккупацией. Люди объединяются в протестные партизанские движения и передают ВСУ важную информацию для планирования спецопераций и атак. Отслеживается движение российских военных, потому что россияне сейчас очень активно пытаются спрятать свои системы ПВО. Они маневрируют по всему полуострову, меняют пункты дислокации буквально через ночь. И что же получается в итоге? Бункерный маразматик в 2014 году аннексировал чужой полуостров, возомнив себя великим собирателем земель. Потратил на Крым кучу денег. Стройки века на полуострове замутил одна дороже другой. Еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Это чудо свершилось. Кремлевский шизик думал, что сделает из Крыма первоклассную, сверхзащищенную военную базу, мимо которой и мышь не проскочит. А получилось так, что крымский полуостров стал чуть ли не самым слабым местом РФ и в позорной войне против Украины. Вот только что мимо нас заявил 200 метров ракета ебаный пароход. Видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения. Уничтожаются системы С-400, уничтожаются противовоздушные системы С-300, ну и, собственно, уничтожаются в том числе и клады с боеприпасами. Его непотопляемый и могучий Черноморский флот удирает в более безопасные места дислокации. Военные объекты в Крыму словно семечки щелкаются в результате четко продуманных действий ВСУ и западных ракет. А сверхдержавный мост каждый день рискует повторить судьбу крейсера «Москва». Да уж, тяжело Путлеру нести этот чемодан под названием «Крым». Но рано или поздно бункерному придется его выбросить. И тогда украинский полуостров навсегда освободится от расистской нечисти.